Друзья, ну понравилась экскурсия к зверушкам в зоопарк. Это сафари на горе. Мне очень понравилось. Особенно это тигры и лев. Друзья мои, ну мы не о зверушках. Хорошо, что мы с утра успели в хорошую погоду, а сейчас что-то пасмурно. Я даю вам задание на сегодняшний вечер на то, что мы ленимся. С утра ничего не делали, развлекались. А задание – прописать легенду собственной жизни. Легенду собственной жизни – это не автобиографию. Легенда, слово такое красивое. Вы возьмете из своей жизни какие-то периоды. Может, один день. Может быть, какие-то пару часов. А может быть, целый месяц. И опишите эти события, которые там, в этот час или этот месяц, вас будоражили. Вы были успешны. Вам это нравилось. И у вас все получалось. Это помните, я вам вначале давал задание на корзинку приятных ассоциаций. Но там ассоциации. Помните, там некоторые говорили, эти вот тигры так и хочется, как кошку погладить. Ассоциации тигр и кошка погладили бы вы. Вот. А здесь событийность. Но событийность, где вы участвуете, вот поэтому она называется легенда, вы участвуете, и у вас что-то получается. Вас похвалили, не знаю, в лотерею выиграли или бабушку через дорожку перевели, а ей туда не нужно было. Но самое важное, что здесь, вы можете дописать, придумать, досочинять. Досочинять так, чтобы это было более ярко. Ну, как какой-то рассказ. Рассказ вашего успеха. Ну, он пусть на событиях реальных фактов, но это рассказ успеха. Вот мне один тут рассказывал, ну, вчера мы сидели там, мы уже там разбрелись, сидели. Один рассказывал о своих успехах. Он в 10-9 лет попал течением под доски, где бабы полощут ведро. И вот так затянуло. И он оттуда выбрался. И как будто выжил, как будто геройство сделал. А действительно геройство. Я сам помню, как-то я тоже в таком же возрасте, подростковом, в Москва-реке нырнул, в песок головой ударился, аж под дыха. А задохнулся, вскочил и, может быть, приврал о том, что не испугался. А, наверное, испугался. Но я говорю, я удачно это сделал. То есть вот давайте такое маленькое задание, но задание на успех, задание на вашу легенду каких-то событий в этих жизнях. Я не знаю, сколько вы напишите этих листочков. Вот. Ну, опишите. А завтра мы будем читать эти легенды. И я научу вас, как их читать, чтобы они в вас стали бы некими психологическими установками, чтобы они сделали вам самовнушением. Вот это обязательно сегодня вечером сделайте.